Беседа 13. Деяние 5.17.18 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к толку саддукейскому, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Нет ничего бесстыднее и дерзостнее злобы. По опыту узнав мужество апостолов из того, что сделали с ними прежде архиереи и саддукеи, несмотря на то опять нападают и все вместе восстают на них. Что значит исполнились зависти и возложили руки, значит восстал против них, будучи возбужден случившимся, и возложив руки свои на апостолов. Теперь сильнее нападают на них, впрочем, не тотчас подвергли их суду, ожидая, что они станут более спокойными. Из чего видно, что нападали на них сильнее? Из того, что послали их в общественную темницу. Апостолы снова подвергаются опасностям и снова получают помощь от Бога. А каким образом? Послушай далее. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведший их, сказал, «Идите, и ставшего храме говорите народу все сии слова жизни». Это совершилось и в утешении их, апостолов, и на пользу назидания тех иудеев. И смотри, что бывало при Христе, то совершилось и теперь. Самого совершения чудес он, конечно, не попускает видеть им, иудеев. А то, из чего они могли бы удостовериться, предоставляет им. Например, при воскресении своем он не попустил им видеть, как он воскрес, потому что они были недостойны видеть воскресения, но показывает это делами своими. Также и во время притворения воды в вино, возлежавшее за столом не видели, потому что были упоены вином. И судить о том, он предоставляет другим. Так именно и здесь. Как были выводимы апостолы, они не видят. А доказательства, которыми могли удостовериться случившимся, они увидели. Почему же ангел вывел их ночью? Потому что в таком случае им могли поверить более, нежели в другом. В другом случае не стали бы спрашивать их об этом. Да тогда и сами не поверили бы. Так было и в древние времена, например, при Навуходоносоре. Он увидел отроков в печи, восхвалявших Бога, и тогда изумился. Данила 30.91. Поэтому и саддукеям надлежало сначала спросить апостолов, как вы вышли. А они, как будто ничего не было, обращаются к апостолам с таким вопросом. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим. Хотите навести на нас кровь того человека? Смотри, как о всем они узнают от других. От тех, которые видели темнису тщательно запертую и стражу, стоящую перед дверями. А они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилев, и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но отворивши, не нашли и в ней никого». Двоякое было ограждение, как при гробе Христовом, печать и люди. Смотри, как они враждовали против Бога. Скажите мне, свойственно ли людям то, что случилось с ними? Кто провел их сквозь запертые двери? Как прошли они при стоящих перед дверьми стражах? Подлинно слова их, слова безумных и упившихся вином. Тех, кого они удержали ни темница, ни уза, ни запертые двери, тех они надеялись преодолеть, поступая подобно неразумным детям. Сами слуги их по этому поводу приходят и рассказывают о случившемся, чтобы опровергнуть всякое их оправдание. Видишь ли различные знамения за знамениями, одни, происходящие от них, апостолов, другие, имеющие отношение к ним, последние даже более славные. Хорошо и то, что не вдруг было донесено об этом начальникам иудейским, но сперва они были в недоумении, для того, чтобы, узнав все, уразумели действие силы божественной. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. О, безумие! Боялись, говорится, народа. Что пользы приносил им народ? Надлежало бояться Бога, который постоянно исторгает из руки их апостолов, как птенцов, а они более боятся народа. При ветши же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепо учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же. Так. Что же апостолы? Они опять беседуют с теми кротко, хотя могли бы сказать, «Кто вы, повелевающие вопреки Богу?» Но они что? Опять в виде увещаний и совета весьма скромно отвечают. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Великое любомудрие в словах их и такое, что отсюда обнаруживается и вражда тех против Бога. «Бог отцов наших воскресил и Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею своей, начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов, которого убили, говорит, Бог воздвиг. И смотри, как они опять все относят к отцу, чтобы сын не считался чуждым отцу. «Возвысил, говорит, десницею своею». Этим указывается не на одно только воскресенье, но и на возвышение, то есть на вознесение, чтобы дать покаяние Израилю. 126. Вот еще приобретение, еще учение, высказанное в виде защиты. И мы свидетели того о всем. Какое великое дерзновение. Затем для большей достоверности слов своих Петр прибавил. «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Видишь, как апостолы представляют свидетели не себя только, но и Духа. Они не сказали, которого дал нам, но повинующимся. И свое являясь смирением, показывая величие Духа и выражая, что и тем иудеям можно получить его. Заметь, как они были поучаемы и делами, и словами, но не внимали, зато и постигнет их праведное осуждение. Бог для того и попустил вести апостолов на суд, чтобы и те получили назидание, если бы захотели научиться. И апостолы явили дерзновение. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Заметь, крайнюю их злобу надлежало ужаснуть и того, что они услышали, а они разрывались от гнева и умышляли умертвить. Впрочем, нужно повторить прочитанные выше. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и выведший их, сказал, идите, и ставшего в храме, говорите народу все сии слова жизни. И не выявил, не сам он отводит их, но отпускает. Так и из этого открывается неустрашимость их, что они сами ночью вошли в храм и учили. Когда бы их выпустили стражи, как те думали, то они, если бы только согласились выйти, обратились бы в беду, бегство. А когда бы те их изгнали, то они не явились бы в храм, а удалились бы. Это понятно, не для всякого здравомыслящего. Не запретили ли мы вам накрепко? Так. Если они дали слово послушать себя вас, то вы справедливо обвиняете. Если же они еще прежде отказались от этого, то излишнее обвинение, излишнее запрещение. Вот непоследовательность и крайняя бессмысленность обвинений. Далее апостолы хотят показать убийственные намерения иудеев, действовавших здесь не за правду, но желавших отомстить за себя. Потому и отвечает им не резко, ведь они были учители, хотя иной, привлекший на свою сторону весь город, и получив такую благодать, чего не сказал бы и не выказал ли бы слишком многого. Но апостолы не так. Они не гневались, но сожалели и плакали об них, и имели в виду, как бы отклонить их от заблуждения и ярости. Они даже не говорят им, сами судите, но и так говорят, что его Бог воздвиг, выражая тем, что все это происходит по воле Божией. Не сказали, не говорили мы вам прежде, но не можем не говорить о том, что видели и слышали. Потому что они не тщеславны, но опять говорят об одном и том же, о кресте, о воскресении. Впрочем, они не говорят, почему Христос распят, то есть, что распят за нас, но только намекают на это и при том еще не ясно, желая возбудить в них страх. Скажи мне, есть ли здесь сколько-нибудь искусственного красноречия? Нисколько. Так, без приготовления они возвещали Евангелие жизни, сказавши возвысил. Петр говорит о том, с какой целью это сделано. Дать покаяние прибавляет Израилю и оставление грехов. Но скажет, это казалось еще невероятным. Что же говоришь? Как невероятно то, чему не могли противоречить ни начальники, ни народ, и отчего одним заграждались уста, а другие получали назидание, и мы, говорит, свидетели. Чего? Того, что Христос возвести отпущение и покаяние, так как воскресение Его уже признано было несомненным. А что Он дарует отпущение, тому свидетели мы и Дух Святый, который не снизошел бы, если бы не были сначала отпущены грехи. Так что это несомненный знак. Ты же, окаянный, слышишь об отпущении грехов и о том, что Христос не требует тебя на суд и хочешь умертвить противников, проповедников. Не если это дело величайшей злобы, нужно было или обличить их, если они говорили неправду, или поверить им, если нельзя обличить. Если же не было желания уверовать, то, по крайней мере, не умершлять. За что же в самом деле было умершлять их? Но они, иудеи, от ярости даже и не разобрали дело. Смотри, как здесь апостолы, упомянув о злодеянии иудеев, говорят об отпущении, показывая тем, что совершенная ими достойность смерти. Но даруемое подается им, как раскаивающимся. Да и как иначе можно было кому-нибудь убедить их, если не сказав, что они еще могут исправиться? А какова злоба? Они возбуждают против апостолов садукеев, которые особенно заблуждались касательно воскресения. Но злоба нисколько не принесла им пользы. Однако, может быть, кто не скажет, какой человек, пользуясь тем, что имели апостолы, не сделался бы великим? Но заметь, прежде, нежели они получили благодать, как они единодушно пребывали в молитве и возлагали надежду на силу свыше. И ты, возлюбленный, надеешься получить царствие небесное, но имеешь ли терпение, и ты получил духа, но испытываешь ли ты тоже, и подвергаешься ли тем же опасностям? Они раньше, чем успокоились от прежних бедствий, снова подверглись другим. И то самое, что они не возгордились, не тщеславились, как прекрасно. А что говорили скротостью, не если это весьма полезное дело? Подлинно, не все это было делом благодати, но здесь много видно их собственного усердия. Ведь и то, что в них сияли дары благодати, было плодом их ревности. 128. Посмотри, в самом начале, как был попечителен Петр, как он бодрствовал и заботился, как верующие оставляли имение и ничего не имели собственного, пребывали в молитве, проявляли единомыслие, постились. Скажи мне, это было действием какой благодати? От того-то и произошло, что обличили их иудеев, сами их слуги, которые, как при Христе, посланные говорили, никогда ни один человек не говорил так, как сей человек. Тоже возвратившись, возвестили, что видели. Заметь так, что здесь скротость апостолов, как они не противоречат и притворству первосвященника. Он говорит им с видом скромности, как будто чего боится и готов скорее запретить, нежели умертвить, так как этого он и не мог сделать, а между тем возбуждает всех и предоставляет им, как бы, крайнюю опасность. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы хотите навести на нас кровь того человека? Уже ли еще он кажется тебе простым человеком? Сказал это потому, что считал необходимым сделать им побуждение. А Петр, посмотри, что говорит, его возвысил Бог десницы и своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Он здесь умал все это о язычниках, чтобы не подать поводов к умершлению. Слыша это они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Заметь, они опять в недоумении и в печали, а те, апостолы, спокойны, благодушиствуют и радуются. И не просто были печальны, но распалились. Это значит худо себя чувствовать и покушаться на зло, как можно видеть и здесь. Апостолы были в узах, предстояли перед судилищем, а судьи были в недоумении и великом затруднении. И как бьющий по алмазу сам себе наносит удар, точно так и они. Они видели, что не только не уменьшается дерзновение апостолов, но что проповедь еще более усиливается. Что апостолы неустрашимы в слове, а между тем не подают никакого повода к умершлению их. Будем возлюблены подражать им и мы, будем неустрашимы при всех бедствиях. Нет ничего ужасного для того, кто боится Бога, но для небоящихся есть бедствие. Кто через добродетель становится выше страстей и на временное благо смотрит как на тень, тот отчего потерпит бедствие, чего будет бояться, или что станет считать бедствием. Прибегнем же и мы к этой непоколебимой скале. Если бы кто нибудь устроил для нас город и оградил его стеной, или лучше если бы поселил нас на такую землю, где никто нас не беспокоил бы, и там доставлял бы нам изобилие во всем, так, чтобы нам не нужно было ни с чем иметь никакого дела, ни с кем. То и он не дал бы нам такого спокойствия, какой ныне Христос. Пусть будет, если тебе угодно, этот город медный, огражденный со всех сторон, твердый и неразрушимый истинною. Пусть никто из неприятелей не нападает на него. Пусть он будет иметь землю богатую и тучную и забиловать и всеми остальными благами. Пусть граждане его будут кротки но одни простые и мирные отношения. И в этом городе жили бы мы. И тогда мы не могли бы жить спокойно. От чего? От того, что по необходимости возникнут у нас разногласия с прислугою, с женою, с детьми и будут причиной многих неприятностей. Но здесь не было ничего такого, не было никакой причины к печали и неприятностям. А что удивительно, то самое, что кажется причиняет неприятности было для апостолов источником всякой радости и веселья. Скажи мне, о чем им было печалить, о чем скорбеть? Хочешь представим кого-нибудь для сравнения? Пусть кто-нибудь из вельмож обладает большим богатством, живет в столице, никаких не имеет хлопот, только веселится, только в этом проводит время и находится на высшей степени богатства, чести и могущества. противопоставим ему Петра в узах, если угодно, среди бесчисленных бедствий. И тогда мы найдем, что Петр имеет больше радости, потому что если от избытка радости он и в узах радуется, то представь, как велика радость, как обличенные великой властью не чувствуют бедствия, сколько бы их не случилось, но продолжают радоваться. Так и апостолы по причине самых бедствий еще более радовались. Нельзя, поистине нельзя выразить словом того удовольствия, какое случается испытывать страждущим за Христа. Они радуются более среди бедствий, нежели во время благоденствия. Если кто возлюбил Христа, тот понимает, что я говорю. Но что, могли ли они для собственной безопасности избегать бедствий? Кто, скажи мне, владея несметным богатством, мог бы избежать великих опасностей, имея дело со столь многими народами для преобразования государства? И они все совершали как будто по царскому повелению, а лучше сказать, даже гораздо удобнее. Ведь не столько сделало бы царское повеление, сколько сделали все их слова, потому что царское повеление налагает необходимость повиноваться, а они обращали людей по их желанию, по доброй их воле и по чувству великой благодарности. Какой царский указ убедил бы отказаться от всего имения и самой жизни, оставить дом, отечество, родных и собственную безопасность? А внушение рыбаков и делателей палаток произвели это, и от того они радовались, были могущественнее и сильнее всех. Да, скажут, от того, что они творили знамения, но уверовавшие в числе трех и пяти тысяч, скажи мне, какие эти творили знамения, а между тем и они жили в великой радости. Точно так, это потому, что уничтожена была причина всех неприятностей владения имуществом, а оно-то, оно бывает виной вой, несогласия, скорби, печали и всех зол, оно делает жизнь тягостную и более прискорбную, и гораздо больше причин к неприятностям найдешь у богатых, нежели у бедных. Если кому кажется это невероятным, то лишь по его мнению, а не по существу дела. Если же и богатый имеет некоторое удовольствие, то и это нисколько не удивительно, потому что и пораженная чесотка ощущает великое удовольствие. Богатый нисколько не отличается от них, и душа их такова же, как видно из следующего. Их мучат заботы, однако они охотно предаются им из-за временного удовольствия, но те, которые избавились от забот, здравствуют и благодуши стоят. 130. Что приятнее, скажи мне, что безопаснее, заботиться ли об одном хлебе и одежде, или о множестве рабов и свободных, о себе же не заботиться. Как тот печется о себе самом, так и обо всем, что навлек на свою голову, от чего же, скажешь, избегает бедности, от того же, от чего многие удаляются и прочих благ, не потому, чтобы эти блага сами по себе были достойны отвержения, а потому, что на опыте они представляются трудными, так и бедность не сама по себе отвергается, но потому, что трудна на опыте, так что если кто может ее перенести, тот не откажется от ней. Почему не гнушались ее апостолы? Почему многие избирают ее и не только не гнушаются, но еще и прибегают к ней? Ведь то, что поистине достойно отвержения, не избирается, исключая одних безумных. Если же из людей любомудрые и высокие прибегают к ней, как к некоему безопасному и безболезненному убежищу, то вовсе не удивительно, что, впрочем, она не кажется таковой. Богатый, по моему мнению, есть не что иное, как город, не огражденный стенами, построенный в поле и со всех сторон привлекающий к себе неприятелей, а бедность есть безопасная крепость, огражденная большой медной стеной и недоступная. Но бывает, скажут совсем напротив, потому что бедных часто влекут в судилище, их обижают, подвергают тяжким бедствиям. Нет, не просто бедных, но бедных, желающих быть богатыми. Да я не об них и говорю, а о тех, которые хотят жить в бедности. Скажи мне, отчего никто не влечет в судилище живущих в горах? Если бедность притеснять легко, то всего скорее набежало предавать суду их, насколько они всех беднее. Отчего никто не влечет в судилище нищих? Отчего никто не притесняет их и не клевещет? нет того ли, что они находятся в более безопасном месте? А как многим это кажется невыносимым, то есть быть в бедности и просить милостыню. В самом деле, скажи мне, хорошо ли просить милостыню? Хорошо еще, если есть люди сострадательные и милосердные. Если есть, кто бы стал подавать, всякий знает, что такая жизнь чужда заботы безопасна. Впрочем, я не это хвалю, да не будет. Но убеждаю, не добиваться богатства. Скажи мне, в самом деле, кого я назову более блаженными? Тех? Тех ли, кто близок к добродетели или тех, кто далек от нее? Без сомнения, близких. Но кто из них способнее усвоить что-либо полезное и отличиться любомудрим? Тот или этот? Всякому ясно, что тот. Если же не веришь, то послушай. Пусть приведут в площади кого-нибудь из нищих, и пусть он будет слеп, хром, увечен, а другое кто-либо, пусть будет красив на вид, крепок телом, и вполне здоров, богат, знатен по происхождению и с великой властью. Приведем их в училище любомудрее, посмотрим, кто из них лучше усвоит предметы учения. Предложив первый заповедь, будь кроток и смирен, так повелел Христос. Кто из них будет в состоянии лучше выполнить это, тот или этот? Блаженны плачущие, кто будет более внимателен к этому изречению? Блаженны кроткие, кто лучше высушает? Блаженны чистые сердцем, блаженны и изгнанны правды ради. Кто из них скорее примет все это? Если хочешь, приложим все это к каждому из них. Не всегда ли гордится и надмивается один из них, а другой, напротив, не всегда ли бывает кроток и смиренно мудр? Конечно, так. У внешних язычников есть на этот предмет такое изречение. Этиктец, раб, по телу увечен, по бедности Ир, но друг богов бессмертных. Этиктец, греческий философ, Ир, собственно, имя нищего Угомера. Таков бедный, но душа богатого исполнена всех зол, гордости, тщеславия, бесчисленных пожеланий, гнева, ярости, корыстолюбия, неправды и тому подобного. Очевидно, что душа первоспособнее к любомудрию, нежели последнего. Но вы хотите узнать, что приятнее о том, именно как я вижу, многие заботятся, какая жизнь приятнее. И в этом не должно быть сомнения. Кто здоровее, тот и живет в большем удовольствии. А кто, скажи мне, более способен к исполнению правила, которое я хочу внушить, то есть закона о клятве, бедный или богатый, кто скорее будет клясться, тот ли, кто гневается на слух, имеет отношение с бесчисленным множеством людей, или кто просит только о хлебе или одной одежде. Последний даже не имеет и нужды в клятвах, если захочет, но всю жизнь проводит без забот. Или лучше сказать, всякий, научившийся не клясться, часто будет презирать и богатство и может увидеть, как от этого блага открываются все пути к добродетели. все ведущие к кротости из призрения богатства к благочестию, к спокойствии души, к сокрушению. Поэтому не будем беспечны, возлюбленные, но снова приложим большое усердие, исправившиеся к тому, чтобы сохранить себя исправными, чтобы как-нибудь не отступить и не возвратиться вспять, а остающиеся еще позади, чтобы восстать и постараться восполнить недостающие, между тем исправившиеся, простирая руки к еще не достигшим этого, как бы к плавающим в море, пусть примут их в пристань, чуждую клятву. Не клясться эта пристань поистине безопасная, пристань, которой не утопают от поднимающихся ветров. Хотя бы вспыхнул гнев, вражда, ненависть или что-нибудь подобное, душа остается в безопасности, так, что не произнесет ничего такого, чего не должно произносить, потому что она не подчинила себя ни нужде, ни закону. Посмотри, что сделал из-за клятвы Ирод, он оттек главу предстечи. Клятвы, ради говорится, и возбежавших с ним, не захотел отречься от нее. Что претерпели колено израильские из-за клятвы касательно колена Вениаминова, судья 21.1. Что потерпел из-за клятвы Саул, 2 царь 21.2. Он нарушил клятву, а Ира совершил дело хуже, клятва преступления, убийства. Ты знаешь также, что потерпел Иисус Новин из-за клятвы касательно Гаванитян, 9.15 Новин. Клятва поистине есть сеть сатанинская. Расторгнем же эти узы и устроим себя так, чтобы нам легко было воздерживаться от ней. Освободимся от этой сети сатанинской, убоимся заповеди Господа и приучим себя к лучшему, что простирают вперед, исполнив эту и прочие заповеди. Нам сподобится благ обещанных любящим Его по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.